Девушки отдыхают Гости в нынешнем сезоне уже обыгрывали казанцев на клубном чемпионате мира. У урингойцев в полном комплекте боевой состав с Каладинским, Клюкой, Волковым и Удресом, но по-прежнему без главного тренера Камила Плача. Ну вот сейчас должен навернуться после к рассказанию. Мы все равно действуем по его системе, по его методике, поэтому второй тренер-ассистент помогает только нам в этом. Николай Васильевич в раздевалку зашел перед игрой и говорит, тот матч, на который настраиваться не нужно. Тебе знают, что за клуб «Зенит-Казань» — это команда, которая заставляет тебя играть на своем максимуме. Зенитовцы же вышли на матч в классическом составе. Андерсон Нгапет, Михайлов Будько, Вольвич Лихошерстов и Алексей Вербов на позиции Либера. Казанцы начали встречу более чем уверенно. Первые две партии при отличной поддержке трибун дались зенитовцам на ура. Даже несмотря на 17 собственных ошибок, 13 из которых на подаче, хозяева держали инициативу в своих руках. Михайлов набрал 11 очков, 10 добавил Нгапет. И это при 65% в атаке. У гостей же многое не получалось. 25-16 и 25-22. Первые две партии была одна команда. Причем, что с нашей стороны, что с их, они сами стояли немножко вяленькими. Не знаю, в начале встречи вообще ничего не получалось, подача не летела. Допустили очень много своих ошибок, выполняли работу за соперника, а сами не могли выстроить и приспособиться на блоки защиты. А вот дальше все перевернулось на 180 градусов. Уренгойцам было нечего терять, но они не сдались при 0-2, а смогли перезагрузиться. Сначала завладев инициативой на старте третьего сета, доведя его до победы 20-25, а затем, уступая 4-0, в четвертой партии совершили камбэк. Удрис и Клюка заиграли будто на клубном чемпионате мира. Заработал высоченный уренгойский блок. А казанцы вновь ошиблись 17 раз за два сета. При этом полностью утратив контроль над своей подачей. 21-25. Молодежь, может быть, чуть включилась, потом дали возможность им поиграть, разыграться. Я так думаю, что это основная причина. Вообще хорошо мы сыграли в том атаке, достали много мячей, много добили важных, и вот здесь где-то смогли переломить ситуацию. Ну и что 0-2? Мы как бы способные такие ребята с 0-2, с 1-2. Мы эти товарищи такие, любим поиграть на самом деле. Ну и знаете, что-нибудь нас не убивает, делает нас сильнее. Меньше стали ошибаться на подаче. Лучше у нас заработала блок защиты от этого. Поэтому я считаю, это ключевое было в сегодняшней встрече. Не находимся в оптимальном состоянии. То есть первые две партии что-то было, и потом просто подсели. Наверное, физически, потом эмоционально. Укороченный сет начался с убойных подач гостей, которые повели 3-6, заставив дважды ошибиться в приеме опытнейшего Алексея Вербова. Просто видим уже, что Леха такой уже уставший, это старый. Да? Ладно, я сейчас записал, да. Я зло не помню, но записываю. Поэтому. Да нет, просто так получилось. Не, ну может быть. Ну если честно, сегодня, да, наверное, не самый лучший день. Так же себя ощущаю, мне кажется, как и вся команда. Наверное, не так свеж и горяч, как хотелось бы. Зенит не был бы Зенитом и сравнял счет на 12. Но команде Владимира Олеговна в этот вечер объективно все-таки не хватило сил и свежести. Отсюда 41 собственная ошибка, 31 из которых на подаче. 14-16 и 2-3 в матче в пользу факела. Тяжело, тяжело физически. Видно было, что насколько хватило, настолько играли там начало. Но я вижу, что физически не вытягивают. И то количество ошибок на подаче. Те игроки, которые психологически там что-то испугались, просто физически не выдержали. Ну естественно, мы счастливы в сегодняшней победе. Очень довольны не только победой, но и тем, как команда играла после неудачно сложившегося первого сета. Как смогли выровнять игру. И плохой матч. Именно подача, потеря. Необразцовый, так скажем. 31, насколько я помню, да, ошибка на подаче. Но для нас это нереально много. И еще я больше скажу, что эти ошибки, они в большей степени начались во второй половине игры. Думаю, болельщикам очень понравилось, как бы. Я думаю, всегда болельщикам нравится, когда в пять партий играют, праздник волейбола устраивают. Это поражение глобально не ухудшило положение казанцев в чемпионате России. А лишь прервало целую россыпь победных серий без поражений. Загибайте пальцы. 18 матчей подряд. 18 матчей в нынешнем чемпионате. И 34 в рамках Суперлиги. А также 3,5 года без поражений с 22 ноября 2015, которые включили в себя 49 домашних матчей в чемпионатах России. Но любая серия рано или поздно заканчивается. А вот факел стоит поздравить с заслуженной победой. Уже второй в этом сезоне над казанцем. Значит, они сильнее нас? Помню, говорил, когда там считали серии, там 80 побед. Это только на пользу. То есть любое поражение, тем более в этой ситуации, для нас с турниром точки зрения ничего сверхъестественного не произошло. Нам только надо сделать правильные выводы из этого поражения. И учиться сокращать количество ошибок. Играть, может быть, более как-то грамотно, более хитро, более умно. Поздравляю, хорошая игра. Сегодня вот мы не смогли перестроиться. И вот, следовательно, получили 2-3. Уважаемые болельщики, спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на ЗТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok